Час Ивана Денисова Час Ивана Денисова Всем, кто следит за моей скромной персоной Я еще раз напоминаю Что я по-прежнему Отбываю Запрет, если угодно, бан И до конца, до середины Все-таки, до среды или до четверга Через фейсбук я никому не могу Ничего ответить, ничего не могу Написать, читать могу Отвечать нет, так что Не обижайтесь, не обессудьте, но вот Попал я В соответствующую ситуацию И к теме запретов Мы сегодня, наверное, еще вернемся Если время останется, я надеюсь, что останется Я прекрасно понимаю Что тема у нас Сейчас одна, это подвиги В кавычках Байдена Но К ним мы перейдем чуть попозже А сначала То, что не успели Обсудить В прошлый раз Хотя, возможно, именно эта тема Кстати, так и напугала Товарищей с Ютьюба Но, тем не менее Итак, это Куба Связи с семейством Байденов И то, что сделал Трамп В последние, увы, дни Своего президентства И благодарю Полину Волкову За помощь в подготовке Выпуска И, в общем и целом Президентство Трампа Закончилось достойно По моему убеждению Даже Последнее его помилование Было опасение, что Неравен час Помилует он Там Сноудена или Асанжа Что было бы совсем не кстати По ряду причин Но обошлось Они по-прежнему Не помилованы И слава богу Другое дело, что Теперь, конечно же Надо нам всем Жить без Трампа И здесь Избавляться от того Что навязали В первую очередь Левые политики Левые СМИ Когда Вся политика Соединенных Штатов Воспринималась Только через Трампа Для его Безумных Ненавистников Все, что он делает Или все, кто его поддерживает Это все плохо Для его Чрезмерных Так все-таки скажу Поклонников Все, что он делает Это хорошо И то и другое Уже не работает Уж не обессудьте Сейчас Трамп Нам нужно Его наследие Защищать Чтобы его Не вычеркнули Не оклеветали Но думать Как, собственно говоря Жить дальше И как побеждать На следующих выборах Что касается Перспектив Президента Я как-нибудь К этой теме Еще вернусь Может даже На следующей неделе Если не будет Ничего более важного И проведу Сравнение С Кливлендом А именно Возможно ли Трампу повторить Такой вот Номер Который Кливленд Напомню Единственный президент Вернувшийся Через 4 года В Белый дом И надо ли Это Трампу Вообще делать Но Пока Я, честно говоря Не думаю Что это разумно Как не стоит Создавать династию Продвигать Кого-то из его детей В Белый дом Достаточно Политиков Вполне себе Достойно Но повторяю Это еще у нас На будущее А пока Помимо Вот тех самых Помилований Трамп Еще и Совместно С Помпео Успели Снять ограничения На контакты С Тайванем Все вы помните О моем отношении К этому Замечательному Острову И эти Запреты Они держались Еще С 79 года Целый ряд Каких-то Бюрократических Преград Которые Не позволяли Напрямую Взаимодействовать С чиновником Соединенных Штатов И Тайваня Вот теперь Это снято И Байдену Это будет трудно Вот кстати говоря Отменить Потому что И так уже Понятно что У Байдена Связи с Китаем Не очень хорошие И если он еще Пойдет на открытую Конфронтацию И будет С Тайванем То Ну Все будет и так Понятно Так что Ничего нельзя Гарантировать С Байденом Но Вряд ли Это скоро Произойдет Плохое Я имею ввиду А с Кубой Куба была Объявлена Государством Спонсором Терроризма На вполне Законных Основаниях Потому что Во-первых На Кубе Обретается Всякая Мразь Американская Которая Застрелит Полицейского Или еще Какой-то Гады Сделает И потом Бежит На Кубу И рассказывает Всем Что они Узники Совести Их Притесняют За Расизм Это Джессика Чесси Март Она же Осата Шакур В честь Которой Назван Кстати Напомню Нынешний Генпрокурор Сан-Франциско Со всеми Вытекающими Во всех Смыслах Этого Слова Последствиями И Много Другой Мутной Публики К тому же Не так Давно Колумбия Пыталась Заполучить С Кубы Террористов Которые Устроили Взрыв В Колумбийской Полицейской Академии Где погибло 22 Человека Но Кубинцы Мразь Колумбийскую Тоже отдавать Не стали Естественно И Вот Такая Мутная Публика Которая Обретается На Кубе Уголовщины Террористы Да и Сам Кубинский Режим Который Пришел Напомню Не без помощи Нью-Йорк Таймс И При потворствовании Местного Отделения ЦРУ Режим Отметился Во многих Местах И в Чили И во время Войны Во Вьетнаме В общем Однозначная Мерзость То что на Кубе Происходит Но зато Режим Мы все знаем Он постоянно Идеализируется Заведомо Опять же Уголовщина С психическими Отклонениями Вроде Че Гевары Провозглашается Романтическими Героями И так далее И В последние Сроки В последние дни Прошу прощения Своего президентства В последнем Месте Так сказать Обама Как вы помните Пошел На сближение С Кубой Что К счастью Трамп Благополучно Прекратил Но Тогда Байдены Которые у нас Везде Как Куба Где какая-то мерзость Там обязательно Куба найдется Что уголовники Что террористы Ну Байдены Похожая ситуация Сам Джо В 80-е годы Героически Сражался За Коммунистов В Южной Америке Ну как и все демократы Кстати И Активно мешал Политике Рейгана Ну и Не мудрено Что Как только Было Объявлено Вот об этом Так называемом Улучшении Разрядки Если угодно Отношений С Кубой То Джо Оказался На первом плане Точнее Не Джо Поправлюсь А Джил Потому что У Байдена Ну Вся семейка Та еще И Джил Байден Поехала На Кубу Сняла Там Целое Видео Рекламное В открытом доступе Есть Где Восхищалась Как на Кубе Замечательно Про политзаключенных Как-то она Ничего не сказала На Кубе Кругом Там Феминизм По ее мнению Все замечательно Свобода И так далее И тому подобное В общем Чистой воды пропаганды Так На минуточку Представьте себе Что Мелания Трамп Сделала бы Подобные видео Про Северную Корею Например Какая была бы реакция Ну Зато Джил Байден Можно Более того Байден Сопровождала Там Как она там У нас ее доктором Теперь принято Величать Джил Байден Да Ее там Сопровождала Такая гражданка Как Жозефина Видаль Жозефина Видаль Это Весьма Известная Дипломатическая Деятельница На Кубе При этом Взращена Она В Москве Тут она обучалась В Институте Международных Отношений Понятно По чьим Руководствам Она была Взращена Какой Организации И по сию пору Ну еще Помню Году В 17-18 Такие Мелькали Сообщения Она Регулярно Сюда В Москву То есть Ездит То есть Контакты Между Кубинским Режимом И Москвой Во многом Существляет Как раз Сеньора Видаль Но Заметься Никакого Колюжина Тут конечно же Нет ни в коем случае Это только Трамп Более того Когда Видаль Работала В Америке Такое тоже было То уехала она Оттуда При каких-то Таких Очень мутных Обстоятельствах Это случилось В 2003 году Ну и хотя Официально Просто уехала И уехала Но В ряде Источников Указывается Что уехала Она не просто так А из-за Ее связи С Анной Монтес Вы все помните Я надеюсь Что такая Анна Монтес Это высокопоставленный Аналитик Военной Разведки Которая Числилась Звездой Ведомства В 90-е годы Позировала Рядом С Тенетом Главой ЦРУ И Писала Отчеты О том Что Куба Абсолютно Безобидное Место И Что там Ничего страшного Никакой угрозы Америки нет Потом оказалось Что она шпионка Естественно Кубинская Ее Посадили Она отбывает Срок По сей день 25 лет Ее закатали Что на мой взгляд Даже маловато Ну и вот Каким-то образом Видаль С ней Судя по всему Была завязана Хотя повторяю Это не очень Афишируется Но найти такие данные Можно И вот В шестнадцатом Году Байден Повторяю Рядом с этой Самой Видаль Которая Связана С Москвой Как-то связана С Монтес И как ни в чем Не бывало Никто об этом Естественно Не говорит Никто Не припоминает Байден С кем Его жена И с кем Сама Байден Была На этой самой Кубе И чем Собственно говоря Она там Занималась Ну вот Видите Такой у нас След есть Куда Не ткни Повторяю В какую Помойку Какой-то Стороны Кто-то Из Байденов Там Да Кажется И В этом плане Конечно же Теперь Все ждут С некоторой Паской Ну как Все Левые Естественно Ждут с восторгом Бен Роудс Помните Такого Тоже Омерзительного Типа Из администрации Обама Он там Уже Машет Ручонками Сучит Кулачонками Что вот Байден Как только Придет К власти Сразу же Надо отменить Все что Сделал Ужасный И плохой Трамп И надо Что бы то ни Стало Опять Эту самую Разрядку С Кубой Начинать Возобновлять И так далее И тому подобное Роудс Такой Не один И Средства Массовой Информации Соответствующим Уклоном Они тоже Эту песню Затопели Что вот Посмотрите На какой Плохой И ужасный Трамп Что он Сделал Испортил Политику Байдену В отношении Кубы Как Бедный И несчастный Джо Теперь будет Выкарабкиваться Как нам Всем Вам Американцам Не обессудьте Я опять Делаю Такое Обобщение Как Не хватает Тесных Отношений С Кубой И так далее И так далее И так далее И Ну Поглядим Что и как Пока О чем Мы еще Сегодня К сожалению Нам надо Поговорить Все худшие Прогнозы Байден Оправдывает Ну Велика вероятность Что худшие Прогнозы В отношении Режима Кубы Тоже оправданы Будут Что там С Венесуэлой Еще тоже Непонятно На самом деле Потому что Вроде бы Байден У нас Против Что-то там Про Мадуро Говорил Нехорошее Но тоже Уже Появляются Данные Что Будет Меняться Курс Что Давление На Венесуэлу Ничего не дало Значит Надо Что-то Искать Новое Ну Классическое Для Левых Либералов Позиция Умиротворения Которое Мы все знаем К чему приводим Но Здесь Я Наверное Чуть Да Еще Приостановлюсь Вот На каком Моменте Некоторые Представители И Правого Крыла Прежде всего Либертарианцы Они Не все Конечно же Не все Но некоторые Они Идею Взаимодействия С такими Странами Как Куба Например Поддерживают Ну и некоторые Так их назовем Чрезмерные Прагматики Которые Поддерживали Разрядку В свое время И все такое Прочее Ну Логика Такая Что Если есть Возможность Потенциального Врага Сделать Своим Союзником И Как-то Его Столкнуть С другими Врагами То надо Этим Пользоваться И С другой Стар Торговые Отношения Обмен Какими-то Идеями Обмен Товарами Обмен Данными И так далее И так далее Он рано или поздно Приведет к тому Что Худой мир Лучше Доброй Ссоры А американские Идеи Западные Идеи Они проникнут В закрытую Страну И ее Разрушат Изнутри С одной Стороны Я вроде бы Должен Эту идею Так или иначе Поддержать Вторую По первому У меня сразу Говорю Сомнения Вот Никсон Так и Открыл Китай Чтобы Использовать Его Против Советского Союза И вроде бы Первое Время Это себя Оправдывало Но теперь Сами Видим Чем все Закончилось Что Касается Того Что Торговля И обмен Идеями И всем Прочем Он Приводит К развалу Вражеской Страны Повторяю Мне бы вроде бы Жаловаться не на что Потому что Как человек Который В Советском Союзе Некоторое время Прожил Я прекрасно помню Что Американские фильмы Ну правда Пиратские В основном Хотя не только Американские фильмы Американские книги И американская музыка Конечно же Помогли Многим из нас Понять Что такое Америка И Поспособствовали Развалу Советского Союза И это Замечательно Но Мы видим Что Зараза Из Советского Союза Которая Проникала В Америку Она оказалась Гораздо Более устойчивой И То что Мы Получив Дозу Американизма В лучшем смысле Этого слова Как-то им Не воспользовались На самом деле С проком То С толком И получили То что Получили Так еще Теперь Мы видим Что и В Америке Дурное Наследство Наследие Советского режима И советской идеологии Теперь Становится Ну полуофициальной Уже Идеологией А в средствах Массовой информации Уже официальной Можно сказать И еще Лезет В самые Высшие И в академию В образовании Пролезло давно А теперь еще И в политику Лезет Поэтому Такая же Ситуация Вполне Повторяется И с Китаем Посмотрите На пресловутые Конфуцианские Институты Которые Продвигают Китайскую Пропаганду По всем Соединенным Штатам Хотя Сенаторы Круз Рубио Призывают Их Закрыть И С Кубой Скорее всего Будет все То же самое Тем более Что Полезных Идиотов Кубинских В Америке Гораздо больше Чем надо Бы Надо бы И второй Момент Здесь же Он важен Это то что Когда Мы Принимали Вот эту Здоровую Дозу Американизма Но это Были Восьмидесятые Это была Эпоха Рейгана Сами Понимаете Со Своими Сложностями И так Далее Но Тем не Менее То что Шло Из Америки Это понятно Что в той Или иной Степени Это были Идеи Отцов Основателей Это были Идеи Консерватизма Так Или иначе Все таки Мы Росли На них А Если Сейчас В страны Наподобие Кубы Пойдут Пойдут Идеи Мирового Либерального Эстеблишмента Стандируемые Левыми И повторяю К сожалению Некоторыми Правыми Позиция Давайте С ними Улучшать Отношения Торговать И все Такое Прочее Но Она Не работает По крайней мере Мне так кажется И Если Байден И компания Все таки Кубу Откроют То Ничего Хорошего Не получится Ну и Кроме Того Я еще раз Возвращаюсь К самому Главному К тому С чего Собственно Говоря И начинал Не на пустом Месте Куба Объявлена Страной Спонсором Терроризма И Признание Открытия Улучшения Отношений С такой Страной Это Считается Как Шаг К легализации В той или иной Степени Терроризма Вообще Ну и Хотя Вы можете Мне сказать Чего ждать От Байдена Он хочет И В сделку С Ираном Возвращаться И Во второй части Поговорим Там уже Идет Откровенная Ложь Со стороны Его Команды Но Тем не менее И Иран И Куба Это уже Простите Перебор Так что Сдерживать Эти потуги Байдена Надо во что бы то ни стало Трампу Большое спасибо За то Что он всем Напомнил Подлинной Сущности Режима Кубинских Коммунистов Ну а Как себя Поведет Байден Увы Мы не знаем Хотя догадываемся Что ничего хорошего Не будет Но Консерваторы Естественно Должны Изо всех сил Всем попыткам Наладить Исправить Какое угодно Слово Используйте Отношения С Кубой Надо по моему Убеждению Противостоять Изо всех Сил Вот так Здесь я наверное Прервусь Если есть Звонки То Тогда отвечу Если нет То как Александр Скажет Или реклама Или второй сегмент Предлагаю Запустить сейчас рекламу А звонки Наших слушателей Они видите Так дисциплинированно ждут Второго сегмента Так что дорогие друзья Сразу же после Рекламного блока Вы можете позвонить нам В прямой эфир И Иван с удовольствием Ответит на ваши вопросы Итак мы возвращаемся Во вторую часть программы Час Ивана Денисова Иван Как я и говорила Во второй части У нас сразу же Загорелись линии Давайте попробуем Принять звонки от слушателей Добрый день Вы в эфире Говорите пожалуйста Алло Здравствуйте Здравствуйте Иван Элита обеих партий И председатель Верховного суда Робертс Опаса из того Что наш президент Крамса Создал третью партию Несмотря на Неконституционность Желает Восьмого Чемпля Провести Процесс Импичмента Теперь уже Не действующего Президента Трампа Вот Скажите пожалуйста Вот насколько Наша Америка Приблизилась К сталинско-путинской Россией Ведь наш Комсорг И все союзные Старосты Александр Кортес Уже дала указания Соцсетям И FBI Начать процесс Поиска Врагов Народа Спасибо Спасибо вам Ну не только Она Человек Который Сделал Загубил В общем Сделал Для спецслужб Гадостей Больше Любого Вражеского Агента Хотя кто знает Может он Вражеский Агент и есть Я имею ввиду Джона Бреннана Он Уже Заявил Что нужно Выявлять Ультраправых Врагов И либертарианцев Чем ему Либертарианцы Не угодили Я не знаю Так что Это понятно Но насколько Действительно Параллели С тем Что мы тут Имеем В Москве В Америке Это мы узнаем По результатам Голосования Если Большинство Сенаторов Все таки Ну или даже Не большинство Большинство уже Не получится Ну в общем Если не наберется Нужное количество Голосов То все таки Все еще Нормально И Все что мы Имеем Это просто Очередная Демократическая Либеральная Клоунада Которая Закончится Очередным Пшиком Тем более Вы помните Я говорил У импичмента Есть Один большой Плюс Сенаторы Будут Отвлекаться От своей Левой Повестки Дня А так Я думаю Это все Зайдет в тупик Поэтому Опасность Конечно же Она есть Всегда И никуда Она не делась Но посмотрим Какому Голосованию Она Приведет Вот так Все темы Которые На сегодня Были Приготовлены Да Видите Все против Меня Сегодня Это не все Александр со мной Поэтому все нормально Я рядом И вы Конечно да Уважаемые Слушатели Да Вторая тема Она ожидаемая Потому что Байден Пришел В Белый дом И начал Что-то Делать Это очень Плохо Потому что Все наши Худшие Прогнозы Они пока Сбываются И если Вы Вспомните То о чем Собственно Даже я Нескромно Себя выделю Говорил Перед выборами То вот Все это и происходит Поэтому Заверение Некоторые части Так называемых Центристских Или умеренных Республиканцев Которые говорили Что Не Байден Он Тоже умеренный Вот мы его Просто Мы от Трампа Избавимся Все будет хорошо Но Видно что Они опять Попали Сели в соответствующее Место И Сам Байден Ну Знаете Если бы он Не творил Столько гадостей Я бы его Пожалел Конечно же Потому что Ну и видно Человек Не понимает Где он находится Что-то Бубнит себе В маску Непонятно что Любая его Эта Фраза Может Столковаться Ну Как угодно Вы все Наверняка Видели Уже Это Короткий Фрагмент У которого Полным-полно Толкований Когда он Не то Просто-напросто Повторял То что ему Сказали В наушник Да Там Отдать честь Марпехам Он это просто Повторил Да Отдать честь Марпехам И дальше Пошел Ну или он Сказал Симпатичные Марпехи Непонятно Что сказал Зачем Сказал Что у него В голове Происходит И происходит Что-то Вообще В общем Это как В том Старом Стишке Садистском Советском Помните Он заканчивался Строчками Дедушка Старый Ему все равно Но ему Все равно А нам Мягко говоря Не очень И пока Средства Массовой Информации И Всякие Перекаченные Ботоксом Звезды Телевидения Исходят Различными Телесными Жидкостями Не буду Уточнять Какими Именно Но если Вы помните Мэтьюс Там Рассказывал Что у него Как бы Это помягче Сказать Чтобы никого Не обидеть Не то Случилось Непроизвольное Испускание Понятно чего Не то Случилось Непроизвольное Ну не буду Говорить что Помним Что у него Там что-то По ноге Было Теплое И мягкое А ну Нынешние До такого Не доходят Это он Про Обаму Говорил Но Просто Каждый шаг Каждое движение Байдена Это Восторг Радость И так далее То есть Если например Мы Возвращаясь К тому Что Говорил Предыдущий Уважаемый Слушатель Если мы С вами Возьмем Канал Первый канал Новости Про Путина И возьмем CNN MSNBC Ну кого Какой-нибудь из них Новости Про Байдена И просто-напросто Поменяем фонограммы Ну и имена То Ничего Не изменится На самом Дель Как Российские Средства Массовой информации Дружно Облизывали Путина И продолжают Облизывать Ну вот Теперь Американские Мейнстримные Облизывают Байдена И все Что Он Не Сделал Б Все Что Он Не Сказал Это Будет Либо Игнорироваться Либо Восхваляться Хотя Теперь Мы Уже Видим Что Ковид Совершенно Точно Использовался Для Устранения Трампа Потому Что Уже Сам Байден Обозначил Что Он Не Знает Что Делать И Никто Не Знает А Вы Помните Пока Он В Бункере Ты Сидел Я Вот Сейчас Как Выйду Так Ковид От Меня Убежит Сразу Но Тем Не Менее С другой Стороны Ковида Стало Меньше Действительно В Новостях Что Тоже Наводит На Некоторые Сомнения И Мысли Ну А То Джо Очень Лихо Начал Ликвидировать Наследие Трампа И Как Говорят Люди Это В общем-то Проблема В чем-то И Трампа Тоже Потому Что Когда Ряд Действий Они Остаются На Уровне Президентских Указов Их Легко Отменить Но При этом Заметьте Когда Трамп Начал Отменять Указы Обамы То Верховный Суд Ему Начал Мешать За Исключением Некоторых Судей Не буду Напоминать Лишний раз А Байден Пока Указы Трампа Рубит И Никто Ему В этом Не препятствует Почти Никто Все-таки У меня Надежда На Суды Небольшая Я все Понимаю Что Вы мне Сейчас Скажете Про Суды По Итогам Последних Месяцев Но Иногда Один Судья Консервативный Может Сделать Очень Многое Напоминаю вам Андрю Хеннона Остановившего Амнистию Обам Ну вот А так Байден Уже Практически Обозначил Нам Неограниченную Иммиграцию Из Третьего Мира Потому что Отменяются Ограничения Трампа И Будет Легализация Нелегалов А само Слово Нелегалы У нас Теперь Похоже Будет Уподоблено Слову На букву Н И Теперь Они Будут Каким-то Совершенно Идиотским Определением Называться Простите Я пока Не буду Запоминать Даже Потому что Если Стена Строительство Стены Заморожено Напоминаю И Если Люди Нелегалы Получают Право На Сначала Проживание Потом И гражданство То Это Такое Поощрение Приток У новых Что Представить Себе Даже Нельзя Города Убежища Получают Финансирование И Заодно Судя по всему Будет уже Точно Будут уже Точно Сняты Все ограничения Которые Оставались На то Чтобы Нелегалы Спокойно Нанимались На работу Ну Сами понимаете К чему Это приведет И То Я Постоянно Говорил Что мне не нравится То что Устроили с ковидом И я это Готов Повторить Но Да Если Вся эта публика Хлонит В Америку Ковид Покажется Действительно Детской Простудой Так Ну Здесь Я прервусь Так Есть звонок Но поверьте Мне У нас Еще впереди Много Подвигов Джо Немного Персонал эти очень смело показывал, как он рубит все эти экзектиф ордер. Так нельзя было делать. Это все-таки другая работа. А теперь они все вернулись. Это практика выпускать экзектиф ордер. Они могут быть плохие, некоторые могут быть хорошие. Просто нельзя танцевать на этом, что все те сделали плохо, а те хорошо. А Байден тихо, спокойно все рубит и все возвращает. Все наследие Хусейн, Барак Хусейн Обама. Помните это, не забывайте. Спасибо, Суданок. Спасибо вам. Ну, безусловно, это было бы понятно, что как Хиллари была бы третьим сроком Барри О, так и Байден, да, третий срок того же самого Барри, это, в общем, понятно. Так что здесь я с вами согласен, конечно. Ну, а так, да, Трампа здесь подвела его команда и подвел Сенат, потому что ему, безусловно, надо было пользоваться большинством и пытаться перевести свои действия из ранга вот этих самых указов, экзектиф ордер, все-таки в законы. Потому что тогда избавиться от них было бы гораздо сложнее. Но что есть, то, к сожалению, есть. А мы продолжим с вами наш печальный список и посмотрим, что, разобравшись с иммиграцией, ну, еще не до конца, но уже открывая вот эти вот ворота всей мерзости, которая легко хлынет в Штаты и очень сильно повлияет на демографию, потому что, когда публика из стран, не знающих то, о чем я говорил, что такое американские идеи попадает в Америку и начинает вытеснять местное население, так или иначе, получает к тому же всякие преференции, то с помощью такого населения и страну легко переделать в страну третьего мира, не обессудьте. Более того, отцы-основатели об этом предупреждали с 18 века, что неконтролируемый приток людей из стран, где не знают, что такое свобода, демократия, это приведет к катастрофе. Ну, отцы-основатели, ну, чего они понимают, да, белые мужчины мертвые. Так что Джо Байден у нас полумертвый белый мужчина, но тем не менее. Далее, следующий удар, естественно, по экономике, потому что Байден у нас, во-первых, отменяет указы Трампа, которые были нацелены на дерегулирование, а дерегулирование – это простор бизнеса, это развитие новых технологий, это развитие Америки. И вы помните, что если по указу Трампа, если агентство или правительство впускает хоть хотя бы одно новое регулирование, одну форму регулирования, то две надо было отменить. Все, больше этого нет. Байден от этого избавился. Далее Байден теперь берется за энергетику, и уже остановился труппопровод Кистоун, будет потеряно огромное количество рабочих мест. И, судя по всему, то, что он, помните, говорил, что то он за, то он против, но по инсайдерской информации, хорошо, если не подтвердится, но я боюсь подтвердиться. Тот самый Фрэкин, который тоже дал такой толчок развитию американского бизнеса и американским технологиям, администрация Байден уже тоже думает, как бы все это прикрыть. Плюс те самые 15 долларов минимальная зарплата, что означает взрыв безработицы, потому что минимальная зарплата всегда приводит к безработице, минимальный оклад труда. И в этом плане еще сразу же у нас обнаруживаются и параллели с политикой внешней. Потому что, как только Америка начинает сокращать добывание энергоресурсов, то она попадает в зависимость от кого. Правильно, от своих врагов, будь то какие-то товарищи из Ближнего Востока, которые могут под это дело опять свою пропаганду исламистскую пропихивать, или товарищи из Кремля. Потому что мы все знаем, что товарищи из Кремля – это такая тесная связка бизнесменов и политиков, и бывших гэбистов. Но как Байден помогает товарищам из Кремля, я еще на самом деле вам расскажу. Но через несколько минут сначала давайте ответим на звонок. – Спасибо, Иван. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. – Добрый день. Спасибо за передачу, Иван. У меня такой вопрос. Мог ли Трамп от своего имени в Сенат подать закон? Ведь законы вырабатывает Палата представителей, а Сенат утверждает. – Нет, сам он, конечно, не мог. Почему я и говорю, что его подвел в Сенат или Палата представителей. Но если бы сенаторы, республиканцы или конгрессмены, работая с администрацией президента так или иначе, такой законопроект бы создали, особенно в период 1917-18 года, когда было большинство и там, и там, то, скорее всего, он бы прошел. Не факт. Потому что, увы, республиканцы робкие, жиром заплывшие. И мы это все с вами видим. Но, по крайней мере, такие попытки предпринимать надо было. Еще раз говорю, что, конечно же, сам Трамп не может этого сделать. Но если бы шел единый фронт консервативно-республиканский, пока позволяло большинство, надо было им пользоваться. Не воспользовались, к сожалению. Иван, у нас горят вселения. Не успеваю просто вам давать знать о том, что загорели вселения. Давайте попробуем принять. Да, конечно. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела, во-первых, спросить Ивана, слышал ли он что-то по поводу действий нашей гениальной новой администрации, что вроде как они уже и в Сирии что-то уже не только наметили, а вроде там какая-то, как говорят, движуха. Я видела, ну, из довольно достоверного источника с фотографиями, что там какие-то вводят что-то, там какое-то оружие уже передвигается и так далее. Это первое. И второе, я хотела спросить, вот, ой, второе забыла, короче говоря, ладно. Хотя бы это. Ну что ж, ограничимся этим. Спасибо большое. Ну, другое дело, что я сам, на самом деле, про Сирию увидел там минут за десять до выпуска, что что-то там происходит, и лезть туда, я не думаю, что имеет смысл. Я ни с какой стороны не поддерживаю изоляционизм, вы все помните. Но модель, которую предложил на Ближнем Востоке Трамп, а именно поддерживаем Израиля, бомбим врагов и стараемся, чтобы войска местные решали свои проблемы, это был действительно вариант, близкий к идеалу. И если Байден это загубит, а все идет к тому, то, конечно, опять мы какой-нибудь ИГИЛ там дополучим. Да, еще звонок. Да, давайте приемем еще звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Иван, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему американцы, которых особенно затронули вот эта деятельность Байдена, теряют работу, не выходят на демонстрацию? Выходят на демонстрацию с требованием свободы Навальному, и не выходят на демонстрацию для того, чтобы защитить свои собственные интересы? Ой, спасибо вам за этот вопрос. Я бы очень хотел на него ответить, но, к сожалению, не могу. Но свобода Навальному выходит, потому что всем это уже надоело, то, что у нас тут происходит, даже те, кому и до Навального дела нет. А с Байденом пока еще не распробовали. Хотя вы уже наверняка слышали историю, что женщина, которая связала варежки Берни Сандерсу, лишилась своего бизнеса из-за высоких налогов. Тем не менее, я не слышал, чтобы она что-то сказала плохое в адрес Байдена. Может, просто я не слышал, я не знаю. Это странная поддержка социалистов, которые жизнь вам, всем нам портят. Это, не знаю, мазохизм, который в людях есть, еще что-то. Так, а та зависимость, которая насаждалась с 40-х годов прошлого века, и, увы, наконец-то даже в Америке начинает сказываться. Я не могу это объяснить, но я с вами согласен, это очень грустно. Иван, звонков пока нет, и я, в принципе, думаю, что до конца часа уже, наверное, не будем принимать звонки лишь по той причине, что я знаю, что у вас есть что сказать. Поэтому, дорогие друзья, всякий раз, когда начинаем второй сегмент, мы призываем, пожалуйста, звоните, не откладывайте на последнюю минуту. Ну, Иван, слово вам, пожалуйста. Да, и тогда я еще, да, уже буду заканчивать и перехожу к внешней политике. Во внешней политике Байден тоже готовит подарки всем врагам Америки, потому что договор СНВ-3, который Трамп собирался продлевать, но там играть в игры с Путиным и добиваться наилучшей для Америки ситуации, но Путин, как к нему не относились, вы знаете, как к нему отношусь, конечно же он человек хитрый, и он до последнего тянул, понимая, что все может в его пользу обернуться. Сейчас Байден торопится этот договор продлевать, он заканчивается в февраре, и если он будет продлен на нынешних условиях, то от него пострадают 90% американского вооружения и 45% российского. Почувствуйте разницу. Кроме того, ряд новых технологий российских в области вооружений, вроде подводных торпед, снабженных боеголовками, они вообще не будут затронуты. Так что Байден и демократы, которые кричали, какой Трамп пособник Путина, делают Путину очень хороший подарок. Чего, кстати, меня, например, не удивляет. Ну, что касается ситуации с Израилем, вы все видели то отвратительное действие, что происходило в соцсетях, когда посол США в Израиле был вдруг переименован в посла в Израиле, Газии и западном берегу каком-то, потом вроде все это вернули, но такие вещи, они на пустом месте не делаются никогда. Это понятно, что уже зондируется почва по тому, как и Израилю какую-то гадость сделать. А что касается возвращения в ВОЗ, ну, вы сами видите, куда нас привела организация, да. Привела эта самая ВОЗ с главой к пособникам китайского режима в прошлом году, практически к новому тоталитаризму по всему миру. Возвращение в Парижские соглашения, и здесь, к счастью, хотя вряд ли что-то получится, но самая инициатива меня радует. Лорен Боубард, конгрессвумен, она сейчас пытается что-то сделать, чтобы это возвращение блокировать. Я боюсь, повторяю, ничего у нее не выйдет, но то, что действие есть, и то, что эта женщина делает красивых, смелых женщин, я, как вы знаете, люблю, это меня радует, конечно же, даже вне зависимости от исхода ее попыток. Но, опять, это возвращение, оно ничего не даст. Пока Америка была вне Парижских соглашений, я вам не раз говорил, я с удовольствием скажу это еще раз, выбросы как раз сократились, потому что сокращение регулирования и развитие технологий, оно к этому приводит только. А теперь, ну, опять, все эти переход на эту зелень, якобы, и на альтернативные источники, это снова потери рабочих мест. А какие-то абстрактные новые зеленые рабочие места, они, когда появятся, мы не знаем, и что они будут из себя представлять, мы тоже не знаем. Ну и плюс возвращение в иранскую сделку. При этом Блинкен на слушаниях в Сенате, по своему утверждению, да, на пост госсекретаря, Фред Флайтс, ветеран разведки, и человек, который много проработал и в политике, повторяю, в разведке, он в Твиттере просто выложил разбор выступления Блинкена, где указал, что он просто-напросто врет, говоря, что и контроль якобы был, и что эта сделка работала, и все такое прочее. То есть, заметьте, человек еще не стал госсекретарем, а уже врет. А что будет, когда его утвердят? Его, к сожалению, утвердят, я в этом уже и не сомневаюсь. Так что мне бы хотелось, конечно же, закончить первый выпуск президентства Байдена на оптимистической ноте, но пока вот поводов нет. Может появится в ближайшем будущем, все-таки надеюсь, что Америка найдет способы противостоять и этому режиму. Ну а здесь время мое истекает, Кевина Майерс я оставляю, уже даже, я не знаю, на будущий выпуск, я к нему вернусь точно, потому что книга, я периодически вам книги рекомендую, это одна из тех, которые, мемуары Кевина Майерса, Burning Heresis, сжигая ереси, которую точно прочесть надо. Поэтому в следующий раз, через Рассел, но в феврале, я к нему вернусь точно. Пока я только скажу, что ни в коем случае не верьте слухам, что Майерс антисемит, а вот почему вышло так, что Майерс, который исчислился самым произраильским журналистом Ирландии, и на защиту которого встал посол Израиля и еврейская община Ирландии же, когда пошла его травля слева, и почему его мемуары, вышедшие осенью прошлого года, они актуальны не только для Ирландии, но и для Америки, и для всех нас. Ну вот об этом тогда как-нибудь в феврале посмотрим. Пока просто порекомендую об эту книгу найти и прочитать, вы не пожалеете, написано здорово, Майерс того заслуживает. Но подробнее к нему мы еще вернемся. Ну а я здесь, наверное, умолкну. Будьте добры, еще раз название книги, потому что я знаю, что слушатели будут звонить и переспрашивать. Кевин Майерс, Бернин, Хересис, Бернин, да, сжигать, Хересис, Ереси. Кевин Майерс, ну вы найдете, в любом поиске сейчас будет выпадать именно она. Майерс, вторая Y. Замечательно. Выпадать будет она обязательно. Замечательно. Вот за такую подробную расшифровку, я думаю, что сейчас будет проще нашим слушателям найти эту книгу. Иван, спасибо. Спасибо огромное. Следующий понедельник, я уверена, что вы уже будете проводить в компании с Сергеем Зацепиным, будет проходить эфир более живо. И не с моими жесткими правилами не звонить уже после того, когда поздно звонить. Ну так или иначе. Я благодарю вас за сегодняшний эфир и до встречи через неделю. Спасибо вам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...